Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Строительство новой станции метро «Театральная» продолжается региональной заказчика и администрация Самары, которая работает на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются организовать работу качественно и с наименьшими неудобствами для жителей города. В Самаре завершился сезон ремонта дорог и стартовала подготовка к следующему дорожно-строительному сезону. Уже определены подрядчики, которые в 2023 году приступят к обновлению объектов уличной дорожной сети. До 30 градусов днем и до 15 ночью в Самару вновь пришло лето. Как долго продлится жаркая погода? В Самарской области объявлена частичная мобилизация. Соответствующий приказ подписал военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин. На пресс-конференции он рассказал, что из Самарской области на Украину отправится воевать менее 1% от тех, кто состоит в запасе. Согласно приказу, все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, которые постоянно проживают в Самарском регионе, имеющие мобилизационные предписания или получившие персональные повестки военных комиссариатов муниципальных районов, должны явиться в указанные пункты сборов. В эти же пункты, либо в военкоматы по месту состояния на воинском учете, должны отправиться граждане, пребывающие в запасе и временно проживающие на территории региона. Мобилизованные будут получать денежное довольствие, как и военнослужащие и контрактники. А также смогут пользоваться льготами, прописанными в российском законодательстве. Мобилизованные получат статус ветеранов боевых действий. Укомплектованная часть отправится в зону боевых действий на неопределенный срок. Быть уволены можно в случае предельного срока пребывания в запасе или в случае болезни по решению военно-медицинской комиссии. Все студенты и высших и средних учебных заведений получат право на отсрочку до окончания обучения. Призывники в зону СВО отправляться не будут, сроки службы для них прежние – один год. В соответствии с нашими нормами мы оповещения проводим чуть больше, то есть граждане, которые у нас находятся в запасе, с какой целью? Чтобы обеспечить гарантированное выполнение задачи в установленной сроке. Что может быть? Человек куда-то выехал, да, и на сегодняшний день его на месте нет. Он заболел. Может быть и такое, да. Вместо него мы, естественно, должны подобрать другого человека, который в установленный срок прибудет к местам комплектования, формирования тех подразделений воинских частей, которые определены нам заданием. Тепло в объекты социальной сферы уже поступило. Такое распоряжение дал вице-мэр Владимир Василенко. Несмотря на высокие дневные температуры, ночами прохладно, а дожди создают влажность, при которой некомфортно тем, кто находится в учреждениях круглосуточного пребывания. Когда потепляют батареи в жилых домах – в нашем сюжете. На территории Самары 10 195 многоквартирных домов. Из них 8 374 здания с центральным отоплением. Остальные с индивидуальным. В системе ГИС ЖКХ на сегодня размещено 9664 паспорта готовности. Это 94,8% всех жилых домов. Об этом говорили на совещании в мэрии. В 13 домах, два из них расположены в железнодорожном районе и 11 в Самарском, фонд капремонта проводит работы по ремонту системы отопления. Их планируют завершить 20 сентября. Что касается социальной сферы, то к ней относятся 662 здания. Все они готовы к подаче тепла, в том числе 408 объектов образования, 39 спортивных объектов и 143 объекта культуры. По распоряжению вице-мэра Владимира Василенко, тепло в больнице и другие учреждения, где люди находятся круглосуточно, нужно подавать незамедлительно. Уповать на то, что у нас сегодня будет 26 или 28 градусов, это ни о чем, потому что завтра мы провалимся на 22, а потом она будет на 18, то есть, а потом она будет гулять температуру. Сейчас, в ночное время, вот эта дождь, которая у нас есть, и сырая погода, она дает некомфортную территорию там, где пребывают люди с круглосуточным режимом содержания. Это больницы, дома ребенка. В данной ситуации, в первую очередь, мы должны добиться, чтобы были включения. Работа по перекладкам в Самаре близится к завершению. В этом году запланировано переложить 5397 погонных метров. Изначально в планах были работы на 12 участках, но затем в работу взяли еще 8 дополнительных. То, что касается 12 участков, которые основны в постановлении, по 8 участкам, монтажная схема собрана в полном объеме, по 4 участкам, это Солнечное аэродромное, Кирово и Московское шоссе. На сегодняшний момент работы ведутся по переврезке, именно во втором шоссе, это переход Московского шоссе. На теплоснабжение данные участки не влияют, там собраны резервные схемы. По дополнительным 8 участкам работы также ведутся. Монтажные схемы собраны, готовность порядка 75%. Окончание работ запланировано на 25 сентября. Виктория Шара и Василий Калдашов. События. Строительство новой станции метро «Театральная» продолжается. Региональные заказчика и администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются организовать работу качественно и с наименьшими неудобствами для жителей города. Подробности в нашем следующем сюжете. Строительство станции метро «Театральная» вошло в активную фазу. В одном из крупнейших городов по Волжии в скором времени появится новая транспортная локация, которая позволит соединить отдаленные районы города и его исторический центр. Несомненный плюс новой станции метро после завершения ее строительства в разгрузке городских магистралей и существенном сокращении интервала движения поездов с 12-15 минут до 5-8 минут. Легко будет добраться до конца города, с другого. А то вот здесь удобно то, что мероприятия, площадь проходят различные мероприятия. Организация дорожного движения в период строительных работ – один из важнейших вопросов. Ранее было перекрыто движение по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро. На сегодняшнем совещании с первым заместителем главы городского округа Самары Владимиром Василенко вновь затронули вопрос, касающийся введения временной схемы организации движения и по другим улицам по Новосадовой, в районе Первомайской и Полевой. Временная схема будет введена после переустройства специалистами инженерных коммуникаций на объекте. На сегодняшний день закрытие – это прерогатива Министерства транспорта. Но мы работаем с ним в общей увязке. Вопрос стоит, нет ни одного графика, как будет закрываться по половинкам полевая на период переустройства ливневой канализации. Вот как приступит график, первая позиция по ливневке в данной ситуации, потом пойдет график, как будут работать они по закрытию полностью перекрестка полевой, только тогда можно будет принимать решение о закрытии перекрестка. Региональный заказчик и администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просят жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфортного передвижения самарцев. Александр Гусева, Сергей Баскин, События. В Самаре завершился сезон ремонта дорог и стартовала подготовка к следующему дорожно-строительному сезону. Уже определены подрядчики, которые в 2023 году приступят к обновлению объектов уличной дорожной сети по НАСПроекту «Безопасные качественные дороги». Работы начнутся весной, как только установятся постоянные среднесуточные положительные температуры воздуха. О том, сколько объектов планируется привести в порядок, расскажет Светлана Тимофеева. Житель Самары Геннадий Русулов трудится водителем более 35 лет. Мужчина признает, сегодня передвигаться по дорогам областного центра стало гораздо комфортнее. То, что было раньше, то, что сейчас – это небо и земля. Стараются все-таки, прислушиваются к нашему мнению. Не то, что на тротуаре он делает, а и дороги старается делать. Так что молодцы. Ремонт объектов на средства НАСПроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Самаре завершился. Все работы приняты, замечаний к подрядчикам нет. Всего в этом году в рамках НАСПроекта было отремонтировано 38 участков общей протяженностью более 57 километров, включая обновленные сверхпланы. Власти города уже определили, какие дороги будут ремонтировать в будущем году. Будет отремонтировано 41 участок автомобильной дороги протяженностью 45 километров. На сегодняшний день все конкурсные процедуры у нас прошли. Муниципальные контракты заключены. Это позволит подряд организациям за зимний период подготовиться, закупить необходимые материалы, оборудование. Предусмотрено применение новых материалов и современных технологий, что является одним из важнейших условий реализации дорожного НАСПроекта. Например, в будущем году на дорогах, где будет идти ремонт, впервые установят антишумные и антивандальные люки смотровых колодцев. Они будут с прорезиненным покрытием. К этому решению пришли по просьбе жителей и ресурсоснабжающих организаций. Люди жаловались на воровство. К тому же со временем, после долгого срока эксплуатации, крышки люков начинают греметь. Антивандальные люки имеют специальный внутренний замок. Они закрываются на специальный ключ, поэтому открыть просто так обывательно его не получится. Это позволит нам снизить риск их кражи, а также уйдем от проблемы, когда жители нам жалуются по происшествию времени на шум от этих люков. Гарантия на новые люки – 5 лет. Кроме того, специалисты сообщили, что на следующий год участки автодорог отремонтируют методом больших карт по всей ширине проезжей части с применением современных высокопрочных асфальтобетонных смесей. Помимо этого, городские власти включили в план работ обновление межрельсового пространства, замену бортовых камней там, где это необходимо, а также ремонт тротуаров. Например, такие виды работ предусмотрели на проспекте Ленина, улицах Пензенская и Коммунистическая, проспекте Масленникова. Мне бы хотелось, чтобы не только проезжая часть ремонтировалась, но и не забывали про тротуары. В этой зоне находятся магазины различные, вот по Мичурино туда вниз и выше. Здесь находятся и аптеки в большом количестве, то есть развязка автомобильная, ну, автобусные остановки. Поэтому здесь проходимость людей очень большая. Ну, хотелось бы облегчить людям жизнь, сделать пребывание в этой зоне более-менее комфортно. Ремонт дорожного полотна будет вестись во всех районах областного центра, включая отдаленные. Будут учитываться обращения граждан и предписания ГИБДД, а также взаимодействия с УНАЭФ и другими общественниками. Специалисты проведут мониторинг состояния объектов, автодорожного покрытия и других элементов уличной дорожной сети, в том числе на прилегающей к дороге территории. К работам подрядчики приступят, как только позволят погода, после схода снега и с наступлением стабильных положительных температур воздуха. Как правило, масштабная ремонтная кампания стартует с начала апреля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основы центра провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. Нам объяснили сегодня, что по ГИСу нам будут объяснять, для чего это нужно. Значит, будем слушать, будем учить председателей, будем объяснять жителям, потому что многие же не знают, не понимают, что это такое. Мне скоро 75 лет, я еще учусь. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ. Кроме того, в рамках семинара по умимой системе ГИС ЖКХ проводятся мероприятия по обучению законодательству в плане соблюдения тишины. То есть рассматриваются как региональные аспекты законодательства, так и местного законодательства. Жители более-менее начинают быть подкованными по вопросам обращения, куда им следует обращаться, если нарушаются их права по тишине. В Красноглинском районе областного центра 870 многоквартирных домов. Практически во всех есть свои председатели МКД. Освоить новую программу помогают в ресурсных центрах. В Красноглинском районе их два. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. В Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют при отсутствии противопоказаний обязательно вакцинироваться от COVID-19 всем, кто прошел эту процедуру или переболел более полугода назад. В Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Почему процедуру необходимо проходить своевременно и ревакцинироваться – в сюжете наших корреспондентов. Первую прививку от коронавирусной инфекции директор театра юного зрителя Самар Сергей Соколов сделал, как только появилась вакцина от COVID-19. С тех пор ревакцинируется каждые полгода. Десять дней назад подошел очередной срок иммунизации. На вакцинацию актер записался заранее. Чувствую себя замечательно, не болел. И готовлюсь к тому, что мне нужно, наверное, на следующий период тоже сделать прививку. Я обязательно буду это делать. И советую всем. Специалисты рекомендуют обязательно привиться от коронавируса всем, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин. Можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасных заболеваний. Особенно важно сделать прививку в осенний период, когда обостряются другие респираторные заболевания – вирусы ОРВИ и гриппа. Вакцина не только способна защитить иммунитет от вторжения коронавируса, но и значительно снижает риск заболевания в тяжелой форме, считает актер театра Самарт Юрий Коннов. Он так же, как и коллеги, прививается по графику и своевременно ревакцинируется. Вспоминает начало пандемии и как в театр приходили всего 30% зрителей. Актеров на сцене иногда было больше, чем зрителей в зале. Думаю, все театры всей нашей большой страны сейчас с ужасом вспоминают это время. Благо, сейчас эти ограничения уже сняты, и зрительный зал, как и в прежние времена, полный зрителями. Обезопасить себя и окружающих помогут и простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп РИСКа, к которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдают заболеваниями, дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Записаться на прививку можно дистанционно на портале Госуслуг или по номеру горячей линии 122, а также по телефонам поликлиник. Ольга Павлова, События. Директор 133-й гимназии Оксана Терина представит регион на конкурсе «Директор года России». Он проходит во второй раз. Она уже преодолела отборочный этап, впереди финал, на котором предстоит решить задачу совместно со своей управленческой командой. Подробности в нашем сюжете. За ее спиной любимая школа, учителя и ученики, которые в нее поверили, а значит отступать некуда. Директор гимназии 133 Оксана Терина будет представлять Самару на всероссийском конкурсе «Директор года России». Оксана Радиковна рассказывает, за годы работы на руководящей должности удалось создать надежную команду единомышленников, с которой не страшно покорять любые горизонты. Для меня школа – это среда, в которой есть дети, родители, учителя. И если не будет взаимодействия, то не будет таких успехов. Наша школа постоянно участвует во всех мероприятиях – и региона, и всероссийского уровня. И эти мероприятия, они совместные. Все места наши призовые, которые мы получаем на протяжении последних трех лет, А это достаточно высокие и значимые достижения. Это только благодаря слаженной команде наших учителей, родителей и детей. Из стен гимназии, расположенной на Металлурге, выходят будущие учителя – врачи и филологи, говорящие на нескольких языках. Работающие здесь педагоги рассказывают, что это уникальное учреждение, отличительными чертами которого являются системный подход к организации образовательного процесса и высокие результаты, и верят в победу своего руководителя. Наша Оксана Радиковна, она очень энергичный, очень целеустремленный, человек открытый всему новому, такой, знаете, настоящий энерджайзер, которому нам постоянно приходится соответствовать. Мы очень за нее болеем, очень переживали на всех отборочных этапах. Ну, конечно, переживаем, волнуемся, держим за нее кулачки, за ее победу в Москве. Мы все переживаем, конечно, поддерживаем ее, и все коллеги, дети, жители нашего такого царства-государства 133, несомненно, поддерживаем нашу Оксану Радиковну. Мы подключились к акции «Флэшмоб» в поддержку нашего директора. Это и совет гимназистов, и отдельные классы. Мы снимали ролики, записывали слова поддержки в адрес нашего директора. По словам учащихся, 133-я гимназия дает отличный старт, особенно тем, кто занимает активную жизненную позицию. Благодаря школе я по сей день участвую в форумах, всероссийские окружные этапы, городские этапы, различные мероприятия, слеты, именно благодаря этому я в школе участвую и хорошо провожу активную жизнь. Как ученик я могу сказать то, что Оксана Радиковна ведет у меня информатику, и это большая находка, потому что Оксана Радиковна умеет преподнести материал. Я понимаю любую тему, которую она объясняет. Конкурс «Директор года России» проходит второй год. Его учредило Министерство просвещения Российской Федерации. Он состоит из двух этапов – отборочного и финального. На отборочном этапе в этом году встретились 600 конкурсантов со всех регионов России. В режиме онлайн они демонстрировали свои достижения и решали тесты. В финал вышло 30 человек, в том числе и директор гимназии 133 Оксана Терина. Трудности, или мне удобно называть это задачи, они есть всегда, в любом деле. И тем более, если это дело очень интересное. А конкурс – это всегда интересно. А задачи в нашей жизни, они все решаемы. В конце сентября в Москве состоится финал конкурса, где участники покажут видеопрезентации и расскажут о своем опыте. После чего им предстоит решить кейс совместно со своей управленческой командой. Итоги конкурса «Директор Года России» подведут 5 октября, в День учителя, в Кремлевском дворце. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, события. Несмотря на конец курортного сезона, на Самарском острове Проран собралось более 100 человек. Волонтеры и добровольцы приняли участие в экологической акции на берегу Волги. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Дождливая погода не помешала сегодня участникам экологической акции «Мы чистим мир» провести генеральную уборку прибрежной зоны острова Проран. Среди волонтеров – представители городских предприятий, госслужащие, студенты в СИН и Самарского политеха. Привлекаемых людей становится от года к году все больше и больше. Ну, само за себя это, я думаю, что говорит. Летом живописный остров Проран традиционно принимает огромное количество туристов не только из Самарской области, но и из других регионов. Участники акции признаются, что подавляющее большинство отдыхающих привыкает к культуре обращения с бытовыми отходами, но, к сожалению, среди любителей активного отдыха на природе остаются люди, которые этими правилами пренебрегают. С недобросовестными туристами тоже проводят профилактическую работу. В течение летнего периода проводится патрулирование, постоянно патрулирование. Мы раздаем буклеты, инструкции проводим, инструктажи проводим людям, показываем места, где сборы, раздаем лески о пожарной безопасности. Мероприятие прошло при содействии администрации Самары. Департамент городского хозяйства и экологии оказал помощь в предоставлении инвентаря и расходных материалов. По словам организаторов, желающих принять участие в акции, с каждым годом становится все больше. Люди заявляют о своей гражданской позиции и проявляют себя в деле. Сегодняшняя акция у нас одна из самых рекордных. Более ста человек сегодня на этом острове присутствуют вместе с нами. Я надеюсь, что на будущий год обязательно количество волонтеров, неравнодушных активистов будет все больше и больше. Волонтеры, которые приехали на Проран в дождливый осенний день, ни разу о своем выборе не пожалели. Я решила помочь окружающей среде, потому что в наше время это проблема глобального уровня. Во-первых, доброе дело. Чистим природу, помогаем на общее. Делаем что-то полезное. Помогаем природе. Весь пластик убираем. После акции с Прорана вывезли более 300 мешков мусора. Кроме того, добровольцы высадили на острове 40 сибирских сосен. Анатолий Головко, Константин Головин. События. До 30 градусов днем и до 15 ночью в Самару вновь пришло лето. Как долго продлится жаркая погода, какой будет осень и стоит ли ненадолго убрать с теплой куртки обратно в шкаф, выяснила Александра Гусева. Сегодня даже не верится, что еще пару дней назад самарцы готовились к длительным холодам. В начале сентября лето будто бы выключили. Среднесуточные температуры были ниже нормы, в среднем на 7 градусов. Такие резкие погодные изменения не слишком понравились жителям города. Ведь в начале осени многие занимаются активным сбором урожая и по-прежнему выезжают на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Казалось, в области уже установилась стабильно холодная осенняя погода. Но в конце прошлой недели внезапно переменчивая осень решила порадовать жителей нашего города летним теплом. В выходные дни у нас по территории потеплело, скажем так, на 4-6 градусов выше нормы температуры были. В дневные часы воздух хорошо уже прогревался и до конца этой недели мы тоже относительно теплую погоду ожидаем. Единственное, что немножко будет впечатление бабьего лета портить дожди перепадающие. По прогнозам синоптиков, хорошая погода порадует нас еще как минимум неделю. Ночи обещают быть теплыми – от 9 до 15 градусов. А в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 19-24 градусов, что считается довольно высокой температурой для текущего периода. Единственное, что может слегка омрачить настроение горожан – кратковременные дожди и грозы. Классического бабьего лета, к сожалению, в этом году ждать не приходится, отмечают эксперты. Впрочем, с Амарцем и такая погода вполне по душе. У нас в Самаре сентябрь вообще замечательно всегда. И октябрь хорошим даже. Золотой сентябрь. Бабьи лета же должна быть. Ну, две недели будет. Ну, надеюсь, бабьи лета продлится. А осень самая хорошая, когда золотая осень. Тогда осень. А пока еще начало, еще не почувствовали. Почему не почувствовали осенью? Несмотря на то, что первая половина сентября была аномально холодной, горожане все еще надеются погреться в лучах теплого солнца. И не зря. Ведь погода в конце сентября придет в свою климатическую норму. И наступит долгожданная багряная пора и настоящий бархатный сезон. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok